Привет, дорогие друзья! Очередной выпуск Бомбер Шоу в ваших компьютерах, телевизорах, планшетах. Может быть, у кого-то даже в часах, не знаю. Друзья, сегодня мы хотим рассказать вам о очень интересном и удивительном человеке. Помните, был фильм, где, короче, мужик, типа, старый, но внутри молодой, и, короче, всё наоборот. Привет! Как тебя зовут? Здравствуйте! Всем привет! Меня зовут Имерлан. Мне 49 лет. Скоро будет 49 лет, да, я не хочу себя старить, но через несколько дней, 20 будет 49 лет. А также я продолжаюсь тусить, отдыхать, встречаться с такими людьми. Забавно! Слушай, ну и что ты хочешь набить? Ну, я решил набить вот этого веселого паренька, которого зовут Джокер. Ну, это какое-то второе я, что ли, мое или что? Типа Альдерега некая, да? Да, 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 есть. А у тебя есть татуировки на теле? Нет, единственное, что у меня было вот здесь, татушечка, так она называлась, люкс, что переводилось как «люблю юность как свободу». Ну, моя мать решила стереть это с того. Слушай, ну, забавно, забавно. То есть, по сути, это первая твоя нормальная татуировка. Которую я сам хочу и сохранить еще. Ну, значит, не будем тянуть кота за мешок и пойдем зафигачим ему рукав в DC. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Первые ощущения такие уже здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, ну, и у меня, наверное, сразу же, так же, как и у всех зрителей, возникает первый вопрос. Как бы, ну, понятно, да, то есть, 50 лет, грубо говоря. Ну, будем 50 округлять. Ну, согласен. Вот, то есть, 50 лет, ты говоришь, ну, преподносишься как молодой пацан, как тусовщик. То есть, ну, собственно, ты и выглядишь так. Но в обычной жизни, семья, дети, там, работа, чем ты занимаешься? Водитель автобуса, я просто водитель автобуса. Это ты сейчас врешь или это ты стоишь? Нет, это реально, я работаю водителем автобуса, я не скрывал это, я всегда быть хотел водителем автобуса, так как мой отец был водителем автобуса. И я видел то, что от настоящего мужика надо было пахнуть соля, выхлопом там, хлопных газов, и приходить, чтобы он такой вот радостный. А что тебя манит в клуба? Энергетика. Дело в том, что я скорпион, а скорпионы, они энергетические вампиры, и они питаются энергетикой. Которые уделяют другие. То есть, ты из тех людей, которые верят, что от расположения звезд зависит внутренний мир человека? Я вот это не могу сказать, потому что я не знаю, не связывался с этим. Но дело в том, что я верю только в одно, то что ты эту энергию, которую вы выделяете, я ее питаюсь, она мне нравится, она мне понравится. Ну, то есть, по сути, ты идешь в клуб только ради энергии? Да, да, да. Это произошло у меня в 44 года. Это спасибо одного мальчишка за руку, вот его Сериор Хитин, Хитос, я тебя помню. Это человек, который в 24 года сумел объяснить мужику в 44 года, что в 44 года жизнь только начинается. И самое интересное, что просто так эти люди попадаются нам на свой пути. Ну, по сути, ты сделал, типа, а-ля такой, был уже домашний, там, с женой. Да, 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 я уже сидел с... Да, дети есть, двое с женой, еще где-нибудь может бегать, я не знаю. Но самое интересное... Жене привет, передай. Нет, ну, самый интересный, понимаешь, я искал выхода дискотеку 80-х туда, ну, туда мои друзья уже не ходили, они сидели пиво попивать, начали смотреть. И вот попался вот такой человек, который повлиял на мою всю жизнь. Вывел тебя. Он заставил меня вывезти, и я понял, что да, действительно, жизнь только начинается в 44, это интересно. Братан, не снимай близко, а то опять скажут, слишком крутая татуировка. Смотри, сколько, кстати, детям лет? Дочке 17, сыну 8, да. Ну, наверное, больше интерес к дочке. Дочка как относится к твоим вот этим тусовкам? Не было ли такого, что хоп, такой в клуб приходишь, а там дочка стоит чуть-чуть в другом? Нет, я не был такого, чтобы хоп, и она пришла. Она раз, и со мной приезжает, я с собой специально, потому что она все, то, что, я считаю, все должен показать ей папа, чтобы она плохая. Все, все плохое должно быть от папы, да? Да, папа и должен плохое, так скажем. Ну, а жена как относится к твоим тусовкам? Тоже вполне, да. Да, она не то, что вполне положительная, она даже сама порой мне говорит, так, все, за сегодня пятница, вперед в клуб. Слушай, ну а пока я закрашиваю, ну просто я сам периодически появляюсь в клубах, появлялся в основном, сейчас тут не так. Ну и со мной, не знаю, может я притягиваю к себе, со мной постоянно происходит какое-то смешное дерьмо. Вот, расскажи самый запоминающийся случай, который произошел с тобой, там, ну либо в клубе, там, либо около клуба, ну вот, около клубной, зашкварной, зашкварной. Я не знаю, я не знаю, как я могу говорить над этим, потому что вдруг смотрит моя жена, она говорит, ее тебе надо как-то... А ты можешь ей сказать, что ты соврал? Да? А? Даже ты вот это не вырежешь, поставишь сюда? Да, и как же она мне... Нет, ну самая прикольная ситуация была, это вообще прикол, это я не знаю, это вообще, это вот просто, это наказание в покое, чтобы я не изменял своей жене, я обещал то, что в клубах я не буду изменять ей, что у меня там друзья, и там, ну, ну, чтобы она не спокойно отпускала. Но произошло такое, что действительно после этого я перестал изменять свою жену. Я познакомился с одной хорошей девчонкой, вообще там, секси-девочкой. В клубе. В клубе, да. Ну и мы решили немножко повеселиться, говорить, ну, с кем, как это все произошло. В смысле с этой девочкой? Да, ну, мы хотели повеселиться втроем. В смысле? Ну, вот так это бывали, там, такие, знаешь, что, что не хватает женщинам в семье, и вот они вот ищут настроение. Ну, естественно, я согласился, я думаю, долго думал, мечтал, ой, не мечтал, я переживал, он даже... Ну, произошло такое, то, что я договорился со своим другом, он сказал, что он тоже хочет этого, я привожу, мы договаривались. Стоп, я правильно понимаю, вы решили замутить на троечка? Да, Ж, Ж, М, вот так вот, да, это, да. В смысле, два мужика и девчонка? Да, она так захотела смоделировать свою фантазию. Так, 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 так. Мне было тяжело на согласиться, надо было своего лучшего друга, не то, чтобы лучшего, которому я доверяю. Я ему сказал, куда я приеду, он приехал туда, ну, концовка была вообще веселая, оказалось, что это ее муж, вот, и они вдвоем друг другу не знают то, что они хотят. Вот, ну, и, стоп, 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 то есть, а, так, это твой кое-что, а ты не знал, что это его жена? Нет, не знал, я ни разу не видел, мы познакомились недавно, как бы, наши общие интересы и взгляды вообще совершили. Но он ей это не пробил голову-то? Нет, они надолго уединились на разговор, ты знаешь, и живут сейчас счастливо, и... И втроем. Нет, ну, только меня там нету третьего, понимаешь, как-то вот они постеснялись меня взять третьего, это был самый веселый зашкварт. А, то есть, тебя там все-таки не было? Треть, нет, уже все, они как-то отказались от моей другой. Хотя я им, в общем-то, показал путь, направление будущей жизни. Так, 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 ну, и, слушай, еще хочется, вот, наверное, уже ближе к окончанию нашего сегодняшнего мероприятия, попросить тебя что-то сказать, что-то пожелать нашим подписчикам, все-таки, ты старше, чем большинство, ну, и, типа, все-таки, там, ну, типа, старшее мнение, мне тоже интересно послушать. По-моему, получать удовольствие, ну, и берегите здоровье, это, во-первых, самое главное, чтобы все было сразмерно, получаемое удовольствие и бережемое здоровье, потому что все думают, а удовольствие-то бухать наркота и прочее нет. Удовольствие-то, ну, получать удовольствие от всего, что ты делаешь. Дорогие друзья, не забывайте проверять сраный колокольчик, подписку на канал, писать побольше комментариев, делать репосты, потому что я вас люблю, вот ради вас я бы сделал репост, вы сделаете тоже, ну, ради канала Помпер Шоу. Ну, и, конечно же, отличного вам вечера, хорошего, как всегда, настроения, позитива, любви, ну, что там еще надо? Счастья, здоровья, благополучия и, блядь, репортак, я сам походу, смотри, это, наверное, первое, это совсем портак, а так да.